Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Так называемое партнерство, безграничное и ширкомасштабная поддержка со стороны Китая оказывает поддержку российской военно-промышленной базе. Несмотря на призывы не затягивать этот конфликт, экспорт Китая, в частности, различных станков, БПЛА, компонентов, которые используются для крылатых ракет и другие воспламеняющиеся вещества, всё это способствует агрессии России против Украины. Всё это применяется для того, чтобы убивать гражданских и для того, чтобы уничтожать гражданскую инфраструктуру. Достаточно обратиться к удару России по Ахмадету, для того, чтобы увидеть последствия оказания помощи российскому ВПК. Китайский экспорт бросил спасательный круг России, а ведь Россия представляет угрозу евроатлантической безопасности, европейской безопасности. Настоятельно призываем все страны прекратить военное сотрудничество с Россией. И не поставлять военное имущество, которое используется для войны, агрессии, которую ведёт Россия против Украины. Подобная поддержка нарушает устафон. Это лишь подливает масло в огонь. Украинский кризис произошёл на фоне исторических сложностей и практических реалий. По сути, это всплеск динамики безопасности в Европе. Китай никоим образом не причастен к созданию этого кризиса, не является участником конфликта. Китай не предоставляет смертоносного оружия ни одной стороне участницы конфликта. Ничего не делает и не будет ничего делать для того, чтобы извлекать из этого какую-то выгоду. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательная и ясная. Мы призываем и поощряем мир посредством политического урегулирования. Председатель. В своём заявлении несколько минут назад представитель США прибег к тактике очерничества Китая попытался создать какую-то ложную риторику, ввести в заблуждение международное сообщество и перевести стрелки на Китай по украинскому вопросу. Китай категорически отвергает это. Мне хотелось бы вновь заявить о том, что Китай не создал украинский кризис и не являемся участником. Но, конечно же, мы не сидим сложа руки. Мы настаиваем на том, что нужно поощрять мирные переговоры, продвигать политическое решение, и международное сообщество является свидетелем этого. И США не могут перечеркнуть это своим очерничеством. Китай никогда не подливал масла в огонь, никогда не извлекал выгоды из этой ситуации и не поставлял оружие смертоносного ни одной участнице этого конфликта. Мы исключительно соблюдаем контроль над гражданскими предметами, предметами двойного назначения, осуществляем экономическое торговое сотрудничество с другими странами, включая Россию и Украину, в соответствии с правилами ВТО и законами рынка. Вот это вполне разумно. Спасибо, председатель.